Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Друзья, я недавно рассказывал здесь на блоге о том, что есть такое животное гепард, которое стартует как поршень, мчится с такой скоростью невероятной. В природе никто быстрее и стремительнее не бегает. Замечательное животное, уникальное. А вот я хочу вам сейчас продемонстрировать еще одного представителя. Почти с такой же скоростью рассекающего пространство. Смотрите-ка, что я покажу вам. Свист стоит. С бешеной скоростью мчится это существо через пространство. Посмотрите, что это делается. Смотрите, что творится здесь. Это же уму непостижимо, как носится по стране. Вот эта улитка к вечеру одолеет второй метр. Наверное. Но она его точно одолеет. Вот она идет, не спеша. Смотрите за темпом. Смотрите. Несет свою собственную квартиру. Куда она идет? Далеко ли ей идти вообще? Когда она планирует прибыть туда? Ждут ли ее там? Ничего не понятно. Опасность. Опасность. Вот такое существо, которое я встретил сейчас здесь в парке на тропинке, невольно наводит на вот какую мысль. В нашем бизнесе тоже так же. Есть люди, которые стартуют как гепарды. Как автомобиль, суперкар. Ламборджини какой-нибудь. И полетел. А бывают ребята, которые стартуют вот с такой скоростью. Иногда над ними смеются, подталкивают, уговаривают, убеждают. Некоторые давят их сапогом прямо. Позорят, стыдят, убеждают их в том, чтобы не добавили огня, темпа, скорости. Но, как правило, это не помогает. Потому что такой человек. Один гепард, другой улитка. Но он человек. Он твой партнер. И еще самая важная мысль состоит в том, что еще неизвестно, кто круче. Потому что этот рычащий Порш может через 15 километров сдохнуть. Остановиться и выйти. А вот эта улитка может продолжать и финиш, который неизвестно где. Убой совсем разный. Можно начинать с маленькой скорости, а стать успешным человеком. Бесполезно, я так понял за все эти годы, бесполезно кого-то переделывать, переубеждать, переуговаривать. Никакая мотивация в конечном итоге не работает. Человек остается таким, каков он есть, каким его воспитали, в каких обстоятельствах он вырос. У всех разная школа воспитания, разные обстоятельства, разные мамы и папы. Одному внушали мысль о том, иди, сыночек, там непыльная работа, тебя будут там кормить. Может быть, потом квартиру дадут, что тебе еще надо. Пенсия хорошая. Иди, не дергайся, спокойно работай. Никуда не торопись. 200 долларов, это все, деньги на деревьях не растут, иди. Если бы тебе внушали такое с 5 лет, и ты бы видел пример собственных родителей, которые живут как вот эта вот улитка, не спеша и скромно, то тогда бы и ты, наверное, таким был бы. Возможно. Возможно, ты бы вырос в такой семье и сказал бы, никогда в жизни, и всегда бы садился на какой-нибудь агрегат, который мчался бы страшным грохотом, но подальше от этой нищеты, бедности и тоски в глазах. Никто ничего не знает, я понимаю теперь. Поэтому, когда ты видишь перед собой человека, ты не должен на нем сразу делать какую-то метку. Этот ламборджиния, а этот улитка, этот гепард, а этот, значит, еле шевелится. Надо еще посмотреть. Работай с ним, уважай его, цени его, береги его, помогай ему, если ему нужна помощь. И все. Ищи новых людей. А жизнь покажет. Может быть, такой вот, не спеша стартующий, как улитка, окажется более успешным. Потому что он, пусть медленно, но он двигается. И он неотвратимо двигается. Он без остановок двигается. Он делает свою работу беспрерывно. И это самое ценное. А такие жуткие эффектные рывки. Ры-р-р! Стоп! Ры-р-р! Стоп! Мини-эффективный. Поэтому, как природа многообразна, многолика и имеет огромное множество представителей совершенно противоположных, так и наша жизнь человеческая. И представители в бизнесе разные, но они все нужны, все ценны. Каждого надо любить, ценить, уважать. И достоинства их поднимать как можно выше. И тогда все будет хорошо. Ищите разных, ищите особенных, уникальных. И поддерживайте их изо всех сил. И у вас все будет хорошо. Желаю вам удачи. До свидания.